Подскажите, нужно ли белок употреблять каждый день? Как понять свою норму и норму для детей? Вопрос о белке похож на вопрос маленького ребёнка, который делает открытие первыми своими шагами. Вот он научился ползать, подползает к ёлочке, которая наряжена красиво, говорит, ой, смотри, мама, у ёлочки есть ствол. Потом встаёт на ножки и говорит, ой, смотри, иголочки, ой, смотри, звёздочка. То есть белок открыли, по сути, люди, чей уровень сознания является сознанием маленьких детей. То есть они посмотрели на продукты, которые произрастают у нас на планете и на живых существ и сказали, ой, смотри, мама, ствол, смотри, мы открыли белок. И давай этот вопрос мусолить. Поскольку уровень среднестатистического, уровень развития сознания среднестатистического человека – это уровень развития ребёнка, то сотни, тысячи и миллионы людей подхватили этот диалог, и вот миллионы маленьких детей обсуждают, какой у ёлочки красивый ствол. Выходите из этого круга. Кроме белка в продуктах есть очень много разных составляющих, и не надо такое значение продавать белку. Дело в том, что белки синтезируются из аминокислот. Почему люди едят животных? Потому что они считают, что если они не будут есть мясо, то они помрут. На самом деле корова ест овощи и фрукты, и травку, что она там найдёт. Я не корову, корову я имею в виду среднестатистическое животное. Оно поглощает растительную пищу, из которой синтезируют аминокислоты. Эти аминокислоты превращаются в эйтильбелок. Человек тоже самое может делать, есть овощи и фрукты, и синтезировать у себя белки. То есть не нужно корову или чьё-то мясо, как промежуточное звено, использовать для того, чтобы получить необходимые у себя элементы внутри тела и развиться, стать красивым, умным и талантливым. Ещё существует миф о незаменимых аминокислотах. Что это такое? Это не значит, что мы должны их получать из мяса. Это тоже миф. Знаете, как маленькие детки, обсудив в ёлочке ствол, начинают обсуждать у ёлочки иголочки. О, незаменимые аминокислоты, мы должны кушать всякое мяско, всякий трупничок для того, чтобы его получить. Незаменимыми называются аминокислоты, которых нельзя почерпнуть из природы. Допустим, вы едите яблоко, и там что-то есть в яблоке уже в готовом виде. И когда это попадает вам в организм, оно усваивается сразу же. А есть такие аминокислоты, которые нужно взять. Я рассказываю очень просто. В виде составных элементов, допустим, яблочко, грушу, виноградик. Вот вы съели три вещи у себя внутри, и из этого синтезировался новый элемент. Но это как вы варите суп, допустим. Я к варёной еде осторожно отношусь к варёнке, потому что, как почитаю, сырое. Давайте поговорим о супе, который не надо разрушать. Допустим, вы делаете супчик. Вот вы берёте миндальный урбечь, берёте тыковку, берёте специи и получаете суп. Но можете съесть урбечь отдельно, тыкву отдельно. Но соединяя эти элементы, вы получите новый элемент, который вам нужен. Поэтому, друзья, ешьте фрукты и овощи. Если пока ещё не можете есть сырое, ну, потушивайте как-нибудь минимально, чтобы разрушать эти вещества. Вы всё равно их разрушите, но вы хотя бы наедитесь. Так вот, вам не нужны никакие посредники для того, чтобы общаться с Богом. Например, в виде церкви. Церковь говорит, у нас есть права на Бога. Ходите к нам, молитесь только через нас, вы там договоритесь с Богом. Это полная чушь. Бог слышит вас каждую секунду. Бог находится внутри вас, вокруг вас. Можете просто сесть на своём стуле на кухне и начать разговаривать с Богом. Если, конечно, вы его услышите. А для этого надо заниматься саморазвитием, развивать своё сознание и физика, чтобы у вас была здоровая. Не нужны вам никакие посредники в виде животных для того, чтобы получить то, что вам нужно для развития. Слушайте себя. Хорошо, что вы прислушались к остальным. Теперь сядьте и подумайте, что вам нужно для того, чтобы вкусно и хорошо жить. И это начинайте употреблять. Только опять же разведите здоровый образ жизни, чтобы демоны, которые проникли в ваши тонкополевые оболочки, и которые пользуются вашим энергопотенциалом для того, чтобы самореализовываться, не нашёптывали вам то, что им выгодно. Допустим, ешьте всякое гадкое мяско, которое потом у вас воняет и гниёт в организме, или ужасные какие-нибудь тортики, от которые вашу попу разнесёт на 120 килограмм. Григорий, по поводу белка что-нибудь. Мы тебя не слышим. Я два слова скажу о белке. Если у вас большие физические нагрузки, если вы занимаетесь культуризмом, то белок вам нужен. Белок можно разными способами получать. Если у них хитокритические нагрузки, то белка, конечно, нужно больше. Все белки, аминокислоты, все остальные химические элементы есть в природных, естественных растительной природных веществах, в фруктах, в овощах. И из этих фруктных овощей они легче добываются, чем, например, из животного происхождения. И нет, как говорится, побочной реакции. Также надо вспомнить одну очень интересную тему, что белок разрушается в температуре, не ошибаюсь, 39 градусов, что ли, с чем-то. При относительно небольшой температуре он разрушается. Когда мы его варим, то белок по многому разрушаем. Таковой белковая форма жизни, то есть она как легко создается, так легко разрушается. Количество белка, которое есть в человеке, сильно зависит от среды, в которой он находится, и от степени усваиваемости этого белка, находящегося в естественных продуктах растительного происхождения. Если он плохо усваивается из растительных продуктов, то его приходится есть больше. Если вы продукт, например, варите, как-то обрабатываете, или не качественно, или мало, взять тот же самый баклажан, который считают белковым продуктом, то есть в нем может быть белка от 1% до 6%. В классическом баклажане, который выручен непонятно где, может быть 1%, 2%, ну, там, в среднем 2-3%. Бывает до 6% и даже немножко больше, соответственно. То есть надо понять, что все химические элементы находятся в определенной межклеточной связи. Можно это по-другому, по-научному называть. Если эта связь правильная, естественная форма, она усваивается. То есть и человеку того же самого белка нужно немного. Если это животного происхождения белок, его усваивать тяжелее, и будут последствия. Нужен человеку белок, не нужен человеку все нужно. Соответственно, если у вас есть белок, но не хватает аминокислот, будут такие же проблемы и болезни. Есть такие болезни, которые связаны с повышенным потреблением белка, но при этом не хватает каких-то химических элементов. Чтобы белок переваривался, должны быть определенные витамины. Это известный научный факт. Здесь также такое понятие, что в каждом естественном природном продукте, например, яблоки, для переваривания яблока нужны определенные витамины. Эти витамины находятся в кожуре самого яблока. Того же самого сказать, в общем-то, про животные продукты нельзя. Внутри тела животного есть эти витамины, но они находятся в той среде, которые необходимы для их переваривания. Вообще, чтобы более или менее питаться животной пищей и при этом не болеть, это могут только хищники. У них организм для этого настроен. Как известно, хищники не живут долго. То есть у них короткий цикл жизни. Все, в общем-то, долгожители животные, они, как правило, ну, фактически все они вегетарианцы, они получают свои белки из растительной среды. Кто-то на эту тему проводил исследование, кто-то делал вид, что у них противоположные результаты, потому что ученого можно заплатить, и он придумает все, что угодно. То есть можно придумать сколько угодно ученых-мошенников, вроде Эйнштейна, проводить в обществе любые бредовые идеи. Нужен нам белок? Нужен. Нам также нужны и аминокислоты, и витамины, и все другие химические элементы, которые есть в продукте. Если чего-то не хватает, у человека будет проблема, связанная с органами, с органами системы. Организм человека, в принципе, белок может синтезировать сам. Если ему нужно критическое количество белка, когда у него стрессы, когда у него огромная физическая нагрузка, то его нужно есть больше, но, опять же, его можно взять из-за животных. Человек, который питается мясной пищей, он, как правило, не живет достаточно долго. Известный случай, кто-то исследовал жизнь известных мастеров-цыгун, и у меня знакомый говорит, я перебрал там сколько-то десятков основных мастеров, и оказалось, что никто не дожил даже за 100 лет. Одна из людей их недолгожительства было вследствие того, что они используют мясную пищу, то есть они используют трупные какие-то вещества, а трупные вещества сокращают жизнь. Нужен человеку белок? Нужен. Но ему нужно не белок, а все. И нужно этот вопрос вообще купе изучать. Сколько нужно человеку всего? Вот это все. Есть такое понятие сбалансированные продукты, в которых эти вещества есть. если мы говорим про продукты, про химический состав, говорить про сбалансированность. Кто-то может питаться одним яблоками, и организм можно синтезировать, а кто-то занимается тяжелой физической нагрузкой, и ему нужен белок. А есть люди, у которых система перестроена, как у йогов, они могут поддержать большую физическую нагрузку, и белка нужно очень немного. Вещи достаточно индивидуальные. Для чистого организма белка очень нужно немного, даже если человек имеет большую физическую нагрузку. Организм будет эти вещи синтезировать сам. Есть научные исследования по этому поводу. Когда изучали, если не ошибаюсь, где-то в Полинезии, племена, которые живут в чистой природе, которых утилизация никак не затронула, у них вообще нет белка. У них просто нет этих белковых продуктов животного происхождения. Просто нет. Они питаются только лесными что называется дарами. У них вообще белка ноль. Ну, тот белок, который только есть в растительных продуктах. И ученые пришли к выводу, что у них организм в больших количествах его синтезирует. Провели конкретные исследования. В идеале, конечно, нужно выходить на этот уровень. Нужен нам белок? Нужен. Но помните, нам нужно все. Если вы будете концентрироваться только на белке, у вас будут проблемы. И как определить дозы различных элементов, микроэлементов, минералов, витаминов и белка? В большом ощущении. Смотрим на себя, да. Это очень вещь индивидуальная. Если у вас выпадают волосы, зубы крошатся, плохое зрение, кожа шелушится, дети вялые и, в общем, никакие, то серьезно задумайтесь о том, что вы ставите на стол. Это должно быть недорого, вкусно, очень красиво оформлено и очень разнообразно. И желательно как можно больше живой пищи. Если будете так готовить, то никаких вопросов не будет. Субтитры создавал DimaTorzok